Наша программа продолжается из студии. Мы немножко переместились. Посмотрите, какая у нас на столе красота. В гостях у нас Римма Мальцева, создатель авторских игрушек. Доброе утро. Доброе утро. Мы сегодня говорим про такую игрушку, как амигуруми. Ну чего себе ты выучила? Я, да, видишь, как я. А я потому что вчера еще в анонсе рассказывала. Амигуруми повторяла. Но повторяла как попугай, не зная, что это такое. Расскажите. Амигуруми – это японское название. Амигуруми в переводе обозначает искусство создания игрушек крючком либо спицами. И сейчас оно стало известно во всем мире. И в зависимости от традиций в каждой стране свои амигуруми. У нас в России это зайки, кошечки, собачки. В Японии это вот маленькие ручки, маленькие ножки, большая голова у них, либо большие глаза, маленькие. То есть у нас в России вот такие игрушки. То есть, по сути, это просто название процесса. То, как это делается в Японии как-то процесс. И это стало популярным как название игрушки. То есть это игрушки ручной работы. Как давно вы вообще про них узнали, где и почему решили, что вот я хочу этим заниматься? Вы, видимо, и до этого, наверное, рукоделием занимались? Да, с детства, в 7 лет мне бабушка дала крючок. И я вязала вот эти вот коврики большие, которые были в каждой семье. В 7 лет, да, бабушка дала мне крючок. И это было мое первое изделие. Потом много лет я не занималась рукоделием, но всегда что-то творила руками. И 11 месяцев назад я увидела мастер-класс по интернету «Бычка» как раз на Новый год. Связала, ну и с этих «Бычков» у меня все началось. То есть стало лучше. То есть меньше чем за год вы освоили эту технику? Ну, первая игрушка была связана наизнанку. То есть я забыла, в принципе, как это делается. И поэтому я совершенствовала в течение 6-7 месяцев. И сейчас я создаю уже свои авторские игрушки. Сколько времени уходит на создание одной такой игрушки? От 3 до 5-7 дней. То есть у меня есть игрушки с вышивкой зайки, которые я делаю, на тех уходят 5 дней. А мы знаем, что вы нам сегодня прям готовы продемонстрировать, как этот процесс происходит. Ну, хотя бы кусочек, да? Покажете? Да, конечно. То есть я сделала небольшие заготовочки. А сам материал он тоже какой-то особенный, да? Это плюшевая пряжа, да, из которой вяжутся все игрушки. Есть несколько сложностей в вязании, и я не сразу их поняла. Первое – это натяжение нити. Для того, чтобы у нас игрушка была качественной и были все ровные петельки, самое главное – это натяжение нити. Хочете сразу их гладить? Я сразу. То есть мы обворачиваем вокруг пальчика. У нас еще две есть. Может, мы попробуем? Да, давайте попробуйте. Давай его сделаем. Но вообще-то у меня руки, я всегда говорю, заточены. Вот видите, розовенькие. Не оттуда, откуда для этого мероприятия нужно растут. Судя по вот этой заготовке, все начинается всегда с конечностей, всегда лапки впервые. Всегда лапки, то есть я для себя, когда есть крутящиеся ручки, ножки, мне всегда было не очень хотелось это делать, поэтому я сделала цельновязаную кошечку и пришиваю только ушки. Поэтому упростила себе работу. А как это все может быть цельновязаным? Оно же такое все сложное. Можно я ее даже покручу? Вяжу сначала ручки, ножки. Потом отдельно хвост нужно уйти. Да, хвостик. Платье? Да, я ее беру. Потом уже вяжу туловище и все ввязываю в туловище. И пришиваются только отдельно ушки. Я думала, что их по частям собирают и сшивают, и все. Поэтому я и придумала эту игрушку, чтобы ничего не сшивать. А что внутри, кстати? Чем? Холокальдер, либо синтеп. Я использую синтеп. Давайте, показывайте. Мы берем мизинчик, обворачиваем вокруг мизинчика и через пальчик протягиваем. Через какой? Вот. У тебя же их много. Выбирай. И на указательный палец. Вот. Это первый этап, который нужно запомнить. Хорошо. С этим я справилась. Дальше. Вводим крючок в петлю. Петлю. Вот у нас петля. Так? Да. И захват нити это тоже очень важно. Если мы захватываем нить сверху, прям сверху, распручем, нет, это вы снизу, сверху, проверните. Вот. Нет. Что все происходит? Да, вот. Как хорошо, что я пробую. Вот так. Вытягиваем через петлю. О! И еще раз протягиваем через две петельки, да. Оп. И протянули. И лет через 40 у тебя получится вот такая. Куда? Вот. А еще по новой надо? Да, да, да. Это будет у нас провязан один столбик. Вот. Очень сложно. Очень сложно. Какая самая сложная работа была у вас из того, что вы делали? Может, по объему или по детализированности? На этом все. У меня есть зайки с вышивкой, здесь их нет. Тогда она как бы сложна тем, что вышивка делается в технике рукоко. И полностью вышивается животик, наголовки. И тогда там сложность. Кажется, единственное, что я могла делать, это если бы, например, у нас было совместное стримое производство, я бы глаза шлепала. А тут знаешь, что уже технология. Думаешь. Это тоже сложно. И, кстати, вот про сложности. И это тоже не получится. Изначально я, то есть глаза, зеркало души. Для меня всегда очень важно было, чтобы были красивые глаза. Сейчас мои игрушки узнают среди многих именно по глазам. И я столкнулась с тем, что глаза, оказывается, подобрать тоже очень сложно. Вот первые глазки у меня стеклянные пришли вот такие, то есть мимишные игрушки, которые создают эту мультяшность. У них большие зрачки и маленький ореол. А я заказала глазки, я не знала об этом. То есть маленький зрачок человеческий и большой ореол. И получается, что глаза живые, они на выпучку немножко. Поэтому вот я нашла девочку, которая делает мне глаза. А здесь вот эти по площади, да, эти вот как-то или это визуально, кажется? Да, это полусфера называется, да. И девушка мне делает эти глаза по моему дизайну. То есть я разработала дизайн. И как раз вот у этих зайцев, у этих кошечек как раз вот дизайн уже по моим дизайнам. Раз это ручная работа, раз это сложная техника, еще и глаза дизайнерские, это, наверное, жутко дорого. Если просто хочется это приобрести себе или в подарок. Да, раскройте нам секрет. Какой от и до разбег по стоимости? У меня от полторы до трех с половиной. Самая сложная. Ну это тоже не так, ну понятно, что ты игрушка, но все равно, мне кажется, как подарок, например. Это недорого, да. Ну если это, сколько еще раз уходит у вас на одну такую? От трех дней. Примерно вот на кошечку три дня. Примерно, да, представьте, а я супер. Начни с ковриков. Ну вот я вязала как раз такие коврики крючком. Спасибо вам большое, что вы сегодня к нам пришли, принесли, показали нам эту красоту. Теперь мы знаем, что такое амигуруми. И, кстати, теперь еще мы знаем одну тонкость, один секрет, это глаза. Какими они могут быть и как вообще зрачок меняет, оказывается, все дело. Не закрывайте ваши глаза, наш эфир продолжается. И впереди еще много таких же интересных гостей. Спасибо.